Техника развивается очень быстро и выходит на невероятный уровень. Мы привыкли к тому, что можем увидеть человека на другом континенте. Но новый темп жизни предъявляет к нам новые требования, которым мы порой не соответствуем. Мы становимся материально успешными, но все равно остаемся несчастными. И это становится нормой для сегодняшней жизни, сегодняшнего дня. Мы глубоко продвинулись в развитии технологий, но очень мало знаем о самих себе и о том, как влиять на свое состояние. Сейчас становится естественным заниматься собой, своим телом, своей внешностью. И хотя наш мир — это внутреннее и внешнее, большинство из нас совершенно не занимаются внутренним состоянием. Для нас становится нормой то, что мы проводим за компьютером больше 8 часов и имеем проблемы с лишним весом. Многие из нас, просыпаясь утром, уже чувствуют усталость и нехватку времени. В 2015 году была открыта технология, позволяющая человеку управлять собственным внутренним состоянием. Обижены ли вы на кого-то? Или вам страшно? Или случилась какая-то ситуация, которая вызывает у вас стресс? При помощи этой технологии вы можете поменять не только отношение к ней, но, что самое главное, саму ситуацию. Все, что нас окружает, зависит от того, что внутри нас. Мы влияем на нашу реальность через наши эмоции, мысли и действия. А самое главное — есть что-то очень простое, что влияет на все это. 90% своих действий мы делаем на полном автоматизме, по программам, прошитым в нас. Откуда они взялись? И можем ли мы на них повлиять? Оказывается, эти программы фиксируются внутри нас при взаимодействии с внешним миром. Например, в детстве мы идем с мамой в парк аттракцион. Мама покупает нам сладкую вату, а потом катает нас на карусели. И мы ощущаем — деньги позволяют испытывать приятные эмоции. Затем мы попадаем в ситуацию, когда наши родители ругаются из-за денег. И наш мозг фиксирует это как программу. Деньги — это боль. Затем мы смотрим фильм, где главный герой без денег и его все любят, а антигерой богат и зол. Мы записали следующую программу. Деньги — это зло и отсутствие любви. Наш мозг, как постоянно работающие весы, ежесекундно взвешивающие, какая из программ важнее в данный момент времени. Нет плохих или хороших программ. Стресс, которым пронизана жизнь современного человека, неплох сам по себе. Он лишь показатель устаревших программ, от которых мы стремимся отказаться. Нет двух людей с одинаковыми программами. Они меняются в нас каждый день, в зависимости от того, каких людей мы встречаем или какие фильмы смотрим. Раньше мы делали это неосознанно. Но теперь мы можем выбирать, соответствуют ли эти программы нашим мечтам или они препятствуют нам в работе и наслаждении жизни. Позволяют ли они нам строить прекрасные отношения с близкими или мешают это? Для того, чтобы работать с тем, что уже есть внутри нас, нам и нужен ключ. Нам нужен инструмент. Современная технология, которая позволила бы человеку находить, а главное — менять эти программы самостоятельно. Самому выбирать, с какой скоростью двигаться в самореализации или построении сигнал. Вот уже три года такая технология существует. И ее используют сотни людей. Это не сложнее, чем отправить письмо по электронной почте или играть в компьютерную игру. При этом вы начинаете играть во что-то по-настоящему интересное. В свою жизнь. Вы можете узнать о том, как это работает, прямо сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова